В день 20-летия со дня представления схемонахини Макарии, глубоко почитаемой на Смоленщине, епископ Смоленский Вяземский Исидор совершил богослужение в храме поселка Тёмкино. Подробности в сюжете наших коллег из эпихиальной телестудии «Святой Меркурий». Ровно 20 лет назад, в июне 1993 года, представилась о Господе схемонахиня Макария Артемьева, память которой почитают не только смоляне, но и верующие разных уголков России. В памятный день епископ Смоленский Вяземский Исидор совершил божественную литургию в храме в честь Смоленской иконы Божьей Матери в деревне Тёмкино, Тёмкинского района, где 50 лет прожила почитаемая верующими старица. За богослужением молились прихожане храма, паломники из Смоленска и области, Москвы и других городов России. Среди верующих были те, кто лично знал схемонахиню Макарию, получал от неё помощь, совет и утешение. Схемонахиня Макария родилась 11 июня 1926 года. С детства у неё стали болеть ноги, и с трёх лет она уже не ходила, а ползала. Девочка стала обузой для большой, состоящей из 20 человек семьи. В годы войны девочку оставляют на улице, где прожила она 700 дней и ночей, жила где попала, питалась чем придётся. В 1943 году её взяла к себе старая монахиня, с которой прожила подвижница 20 лет, а затем сама приняла монашество, а потом и схему с именем Макария. Будучи физически немощной, мать Макария непрестанно молилась. Тысячи людей получали по её молитвам исцеление от своих душевных и телесных болезней. После чтения Святого Евангелия, епископ Исидор обратился к пастве с архипастерским словом. Каким же образом мы, живущие ныне, объединяемся с Богом? Учредив Церковь свою, Христос предлагает нам стать причастниками Его Божества. И это причащение Его Божества возможно через принятие тела и крови Христовой, которые являются для нас единственным способом нашего единения с Богом. После богослужения духовенство и верующий крестным ходом прошли к часовне у источника пророка Ильи. Преосвященнейший Исидор совершил чин освящения воды, после чего шествие крестного хода продолжилось к могиле схемонахини Макарии. На месте упокоения старицы епископ Исидор возглавил заупокоенную дитию. Пришедшие в этот день почтить память Божьей угодницы, возложили на её могилу цветы, а также обратились к схемонахине Макарии о помощи и заступничестве, веря, что и после своей праведной кончины старица так же помогает своими молитвами, как и в дни своей праведной жизни. Живыми и мертвыми, обладая воскресе из мертвых Христос истинный Бог наш, молитвами при чистой своей матери и всех святых.